Формирование активной жизненной позиции, развитие творческого мышления и воспитание чувства гражданственности и патриотизма – главные задачи и цели детского конкурса «100 пионерских дел» звучат серьезно и по-взрослому. На минувшей неделе в городском центре дополнительного образования детей и молодежи прошел финал этапа этого форума. Около 10 финалистов учреждения образования, прошедшие предварительный отбор, сразились за звание лучшего. В предварительных этапах приняло участие 23 учреждения образования города Бреста, в котором участвовали дети от 7 до 18 лет. Они представляли свои работы творческие в виде поделок, в виде презентационного видеоролика, который можно выставить на сайте учреждения образования города. А также готовили лидер-дуэт, который сегодня мы сможем увидеть на нашей площадке. Несмотря на дружественную и добрую атмосферу, борьба получилась по-настоящему спортивной и азартной. На протяжении двух конкурсов – самопрезентации и эрудит лото, которые входили в программу городского финала, ребята вместе с педагогами старались завоевать любовь зрителей и жюри. Звучали хиты, эстрады прошлых лет, исполнялись танцы и стихотворения, а также короткие рассказы о том, что значит для них участие в пионерской жизни своих школ. Мы будем представлять дуэт-лидер, как мы справляемся со всеми делами, как мы помогаем ветеранам, как мы защищаем нашу родную родину. Мы будем рассказывать о наших пионерских обычаях, то, что мы делаем, кому помогаем, как это все проходит, нравится ли нам это, что нужно для этого делать, каким пионеры должны быть. Сегодня пионерская организация многими воспринимается либо несерьезно, либо настороженно. Но те, кто когда-то носил красный галстук, утверждают, что порой современным мальчикам и девочкам очень недостает того чувства ответственности, самостоятельности и организованности, которыми могли похвастаться пионеры. А потому создание таких отрядов в школах и проведение подобных конкурсов, которые впитали в себя самые лучшие и добрые черты прошлого, просто необходимо в деле воспитания и становления настоящих лидеров, подрастающего поколения и нашего будущего в одном лице. Главное – не переборщить с агитацией и оставить право выбора и инициативы за ребятами, которые сегодня создают город будущего.